Вопрос вообще, откуда в мире зло, если Бог благ и мир сотворен прекрасным, это главный вопрос, это главная проблема. Потому что, мучаясь этим злом, мы хотим выйти из состояния злого мира, мы хотим восстановить добро. Мало кто радуется злу, разве что бандиты и злоумышленники какие-нибудь. И поэтому вопрос, откуда зло, это ключевой, важнейший вопрос. И две вещи совершенно очевидны. Что первое, что мир зол сейчас, и что Бог благ, это тоже общее, даже не только для Библии, это, в общем-то, общее для всего, по крайней мере, западного мира созерцания, мысль, что Бог благ, мир прекрасен, сотворен прекрасным, но в мире зло. Откуда зло? И вот здесь существует некое зияние в очень многих традициях. Мы не знаем, как отвечали на этот вопрос в Египте и в Месопотамии. Вы помните, как отвечали на нем в зороастризме, когда говорили, что вот мир был строен прекрасным, но Ангерманию, злой дух ворвался в мир и разорил этот мир. То есть, как бы человек только жертва, только жертва вот этого злого духа, как и весь мир. Тем не менее, в любой традиции Запада существует понятие избавления, спасения. То есть, есть спасение от этого зла, которое творит в мире. По-египетски это Нехем. На языке Вавилонии, на аккадском языке, это Эзебу. Значит, по-египетски. Ну, пишем латинице, конечно. Нехем. Значит, на Вавилонском это Эзебу. 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 И вот здесь и есть главная особенность и главное отличие Библии. Библия впервые для нас, то есть, может быть, египтяне или жители Вавилонии знали, почему вот мир стал плохо. Но они боялись доверить письменному слову. В любом случае, в огромном массиве передневосточной, добиблейской и внебиблейской литературы об этом нет ни слова. И вот впервые Библия говорит это совершенно ясно. Совершенно ясно. Библия объясняет причину зла. И, соответственно, дает рецепт, как преодолеть это зло. Вот, если угодно, это как раз то, что для нас, по крайней мере, для нашего понимания нового внес в библейский текст в первую очередь. Там много другого очень важного. Но вот это важнейшая центральная мысль. Потому что на самом деле, ведь что такое религия? Восстановление связи. Если связь должна быть восстановлена, когда она была прервана. Вот зло это и есть прерыв связи. Поэтому это самое главное в религии. Вот это восстановление связи. Нет ничего более важного. Итак, мы помним по прошлой лекции, что человек – это царь на земле. Это тварный, сотворенный Бог. Бог по благодати, которую дал ему Бог по природе. Дал Творец. Человек – это Бог в этом мире. Но вот третья глава книги «Бытия» начинается не с человеком. Вторая кончается человеком, причем очень странной фразой. Фразой, которая нам с вами понадобится. Вторая глава книги «Бытия» кончается словами «И были Адам и Ева, оба наги и не стыдились». Нам как-то странно же после творения всего, на этот мелкий момент обращает внимание библейский текст. По крайней мере, третья глава начинается с совершенно других слов. Она начинается с совершенно другого героя. Этот герой, который раньше не было, – это змей. «Змей был хитрее всех зверей пылевых, которых создал Господь Бог». Вот, собственно, с чего он и все начинается. Кто такой змей? Удивительно, что змея мы найдем всюду. Он есть в древнем Египте. Это Апоп. Это в угорицких текстах XIV-XIII века – это змей Лотан, отсюда Левиафан. Это Тиамат текстов Месопотамии. То есть, змей есть всюду. Кто такой змей? Это, конечно, не змея, которая ползает тут. Это, если угодно… Сейчас мы говорим об очень сложной вещи. Первоначальное космическое зло. Космическое, потому что оно в космосе, в созданном мире. Змей был хитрее всех зверей пылевых, которых создал Господь Бог. То есть, змей – это не какое-то несозданное, отмирное, вечное существо. Это то, что создано. Но это то, что было до человека, вне человека. И прошло сейчас, как мы увидим, к человеку. Это зло сопряжено со свободой. Бог не мог создать злое существо. Бог – благ. Значит, Бог создал, кроме людей, какой-то иной класс существ, которые имеют свободу. Но об их происхождении практически ничего не говорится. Это духи. Это многочисленные духи. Или, если говорить языком Библии, это ангелы, посланники. Это те энергии и силы, которые создает Бог и использует. Интересно, что если наши энергии и силы, они не свободны от нас. Наша рука не может сказать, не буду я двигаться. Ну, тут человек заболел только. Вот. Наши все энергии подвластны нам. То у Бога энергии свободны. Они подчиняются Богу свободно. И в этом смысле, дорогие друзья, люди тоже божественные энергии. И они поэтому тоже свободны. И обратите внимание, все мы и вообще все люди вокруг или подчиняются Богу свободно, или не подчиняются Ему тоже совершенно свободно. И вот те силы и энергии, которые не подчинились Богу, они тоже имеют некую иерархию, как бы их самая главная сила, она именуется змеем. Почему? Ну, потому что змея – это, в общем-то, извечный враг человека, который может его ужалить, его может убить скрытно. Тем более, это жаркие страны, где змеи особо опасны, их особо много. Поэтому змея, обычная змея, обычная пресмыкающаяся, берется только образом этого духа. Конечно, это не змея, которая ползает, хитрее всех людей, зверей полевых. Змея – это дух, образом которого является змея. То есть, дух, который уже выбрал зло, отпал от Бога. Есть некоторые тексты, не вошедшие в канон Библии, почти всюду. Ну, вот так в канон Библии, например, только в Эфиопии вошла третья книга Еноха. Больше ее нигде не приняли в канон. Но в этой третьей книге Еноха есть рассказ о том, что треть ангелов восстала на Бога. И была, естественно, неизвернута. Во главе с сатаной. Этому есть маленький намек в апокалипсисе, в откровении Иоанна Богослова. Там в 12 главе, 3-4 стих, говорится о том, что дракон, вот этот дракон, который является врагом Христа и гонится за женой, родившей младенца, вот этот дракон свел с неба на землю, обрушил треть звезд. Вот многие считают, что это намек на вот эту треть ангелов, которые изменили Богу. Библия змей появляется как, знаете, неожиданно, вот как Бог из машины, как говорят. А вот дальнейшее очень характерно. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Змей обращается не к Адаму, который сотворен Богом первым, а к его жене, сотворим помощника, подобного ему. Обращается к тому, кто, в общем, в этой человеческой иерархии ниже, ближе к нему. Он идет снизу, потому что он уже отпал от Бога. И он обращается к жене, как к помощнику Адама, к слабейшему существу. Сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Конечно, это провокация. Потому что змея отлично знает, что ничего такого Бог не говорит. И жена отвечает, плоды всех деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вот это дерево и его плоды – это некий символ. И поскольку Бог есть благо, то любое отделение от Него есть переход в небытие, в ничто. Бог бытие, Он создал бытие, Бог абсолютное бытие. Соответственно, Бог говорит, нельзя, вот есть это древо, соединяющее небо и землю, вот есть это соединение неба и земли, и не вкушайте, не соединяйтесь со злом. Вот это называется смертью. Это, если угодно, онтологическая смерть, если говорить в философских, то есть бытийная смерть. Физически человек может существовать, так же, как существуют эти змеи. Но поскольку истинное бытие есть соединение с Богом, то и бытевание в Боге, то соединение со злом есть потеря бытия. Потеря бытия. Поэтому это онтологическая смерть. И это и говорит жена совершенно просто, что все мы можем вкушать, все благо, но только отказ от Бога. Вот это вкушение плодов с дерева познания добра и зла, то есть мы не можем, потому что нам сказал Бог, что мы тогда умрем, если мы прикоснемся к ним или вкусим, если мы прикоснемся или соединимся со злом. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Змей не лжет. Он говорит о другой смерти. О смерти физической. О неонтологической. Потому что он же жив сам, он же не исчез, он же беседует с женой, что вы не умрете. Но вы будете, как боги. Не как бог, а человек-то образ Божий. Соответственно, сказано, что человек сотворен по образу Божьему. Он бог в этом мире. Бог. А вы будете, как боги. В еврейском тексте упорно потребляют слово элохим. Это боги силы. Энергии. Значит, соответственно, вы будете, как мы. Вот эти силы и энергии Божьи, которые вкусили. Отказались от того, чтобы быть с богом. Но мы же не умерли. Но мы знаем уже и добро. Потому что, когда мы были створены, мы были в добре. Но мы знаем и зло. Мы знаем уже то небытие, которое, вот антологическое, которое возникло, когда мы отказались подчиняться Богу. Мы вне Бога. Мы вне Его бытия. У нас есть только наше автономное маленькое бытие, которое нам осталось. Но нет уже этой бесконечной, безграничной бытийности. То есть, он отвечает абсолютную правду. Он имеет в виду другой смысл смерти. Но поэтому отвечает в виду, что вы не умрете, вы не исчезнете. Но вы станете, как мы, как боги во множественном числе, знающие добро и зло. «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот этот шестой стих третьей главы – это, собственно говоря, и описание грекопадений. Оно написано в очень простых формах, когда действительно человек ест яблоко, сам откусил, и сама откусила, и мужу дала. В Греции вообще совместное вкушение яблоко было объяснением любви. Когда девушка кидала молодому человеку надкушенное яблоко, это значит, что она говорила, что я тебя люблю. Так что Адам мог быть польщен. Но здесь смысл совсем другой. Посмотрите на те мотивы, которые заставили Еву, которая, кстати, еще не называется Евой. Ее потом назовет так Адам, жизнь. Пока она просто называется «жена Адама». Посмотрите, какие мотивы заставили жену Адама вкушать. Это яблоко, это плод, этот плод познания добра и зла. Это желание себе обрести нечто. Он вожделенен, он приятен на глаз, он хорош для пищи. То есть, это эгоистические устремления. Если Бог творит мир, чтобы дать бытие вне себя, и идет даже, как мы с вами слышали, на неслыханный риск, творя другую свободу, то здесь якобы змей тоже действует ради человека, предлагая ему вкушать. Но мы видим, что мотив жены, ну, естественно, и Адама, который взял это яблоко, он абсолютно эгоистичен. Это приятно мне. Это вожделенно для меня. Вот в этом и есть тайна. Потому что Бог, как вы помните, от самого слова «бхага», да, Санкт-Петербург сказал, это одаривающий, дающий, дающий, дающий вовне. А сатана, наоборот, только поглощающий, только берущий, живущий для себя. Поэтому стать как боги, это означает сохранить жизнь и могущество, но уже жить не для других, а жить для себя. Не человек для мира, а мир для человека. Не человек для Бога, а Бог для человека. Это магия. Когда Бог – средство для того, чтобы решить какие-то твои проблемы. Вот это магическая вещь. То есть, мы видим, что в основе вот этого решения является желание жить не для другого, а для себя. Вожделение, приятность для глаз, приятность для пищи. В этих очень простых выражениях, совершенно не философских, совершенно бытовых, но не забудем, что это простые люди же, которые окружали Моисея, когда вот это формулировались, эти все тексты. Это простые, наверное, малограмотные в целом люди. Вот. Им надо было все эти сложнейшие вещи описать очень просто. Но при этом, как в любом священном тексте, за этой видимой простотой остается огромная глубина. И каждый в меру своих сил уходит глубже и глубже в этот текст. И видит новые и новые уровни. В этом особенность священного текста. Он живой. Понимаете? Вот текст, который создаем мы, там, часто мертв. Вот то, что мы хотели в нем сказать, мы сказали. Копнешь дальше – ничего нет. Гениальный текст тогда гениален, когда человек, получая вдохновение свыше, создает больше, чем он даже сам понимает. Иногда какой-нибудь талантливый писатель отвечает умному критику. Вы, говорит, разобрали мой текст. Я даже сам не думал это писать. Ну, пожалуй, да, это здесь есть. Я не раз такое встречал, или фильм, или театральную постановку. Вот это уже знак гениальности, то есть присутствие духа. А здесь, конечно, это все пронизано духом. Поэтому мы можем уходить на очень большую глубину, вдумываясь в этот текст. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанные. Смотрите, вот они первое, что обнаружили, говорят, вы будете как боги, знающие добро и зло. Что же они узнали? Они узнали, что они голые. Понимаете, вот. А на самом деле здесь намного больше. Почему они были наги, но не стыдились? Потому что они жили друг для друга, для бога. Потому что другой для них был продолжением себя. А в этой ситуации какой стыд. Понимаете, они были неким одним целым. Нам это даже сейчас трудно понять. Вот так. А тут они вдруг осознали, что каждый из них сам по себе. Потому что эгоизм, в первую очередь, это ощущение, что друг, все остальное для меня. Ну, соответственно, и для другого все остальное, в том числе и ты, для него. И отсюда стыд. Стыд на самом деле – это страх, что тобою воспользуется кто-то другой. Что кто-то другой будет тебя использовать в своих интересах и целях. И отсюда, вот эти смоковные опоясывания – это первое желание отделиться от другого. Адам – это одно, а его жена – это уже другое. Поэтому первое, что они сделали, это не познали какие-то высшие законы физики и математики. Не узнали вообще, как устроен космос. Нет. Они просто поняли, что другой – это враг, что другой – это опасность. Вот это было осознание. Это был первый результат познания зла. Коли он познал зло, то он видит в другом зло и пытается отделиться от него. Следующий момент еще сильнее. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Очень такой образ, но совсем домашний. «Господь ходит в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Вот этот голос Божий, «Адам, где ты?» Он, собственно, звучит для каждого из нас. Потому что мы, живя вот этой эгоистической жизнью, полагаясь всецело на то, чтобы сделать что-то себе, доставить что-то себе, приятное, полезное, что угодно. А за этим развивается следующее гадкое чувство. Это уже желание, чтобы мне было хорошо, а другому плохо. Это уже следующий этап деградации нашей. И поэтому они скрылись. А Бог обращается ко всем нам, где ты? Куда же ты убежал? И что же отвечает Адам? «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Вот видите, опять эта нагота. Такая мелочь. Каждый из нас вечером принимает душ совершенно голый. И при этом все нормально. Но вот здесь именно это главное. Вот это главное. Понимаете? Потому что теперь не только другой человек, жена, там, скажем, товарищ, помощник, друг, но и Бог, который тебя создал из ничего. И он опасен для тебя. Скрылся. Потому что, а вдруг что-то будет. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Ну, конечно, Бог все знает. И если Адам ощущает, что все вокруг для него опасны, и другой человек, и Бог, то, значит, он познал уже зло. Ну, вот это древо, вот это плод. Ты соединился со злом? Ну, что мог сказать Адам? Наверное, гипотетически Адам мог осознать, ведь Бог ему протягивает руку. Не ел ли ты? Что Адам мог, наверное, сказать? Ел, дурак, прости, я твой. И, конечно, Бог попростил Адам. То есть, это первая попытка Богом исправить ситуацию. Подсказка даже. Ну, что сказал Адам? Адам же ответил, он же не убежал. Жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. То есть, виноваты все. Виноват Бог. Виновата, конечно, жена. Ну, в какой-то степени виноват, наверное, и я, но в самой меньшей. И позже всех. Разве подумайте сами. Разве мы в нашей бытовой жизни, оправдывая наши какие-то неблаговидные слова и деяния, разве мы не ведем себя так же, как Адам в этот первый момент? Так что это, если угодно, вот пример для всех будущих поколений, негативный пример. То есть, видите, вот эта отделенность. Все виноваты. Я меньше всех. Это уже новый, падший человек. В моих бедах виноват другой. Потом в моих бедах виноваты другие страны, другие народы, другие социальные классы, другие цвета кожи. Кто угодно будет виноват в моих бедах. Только не я. Потому что мы видим не в себе причину ошибки, а в другом. Жена, которую ты на мне дал, она дала мне. И я ел. Вот это для всех времен и народов. И сказал Господь Бог жене. Что ты это сделала? Ну, жена отвечает совершенно по-женски. Жена сказала. Змея борьстил меня, и я ела. Согласитесь. Но в этом все-таки есть какое-то покаяние. В отличие от Адама. Конечно, я дырная там. Но он борьстил меня. Ну, после этого начинается уже... Даже ее немножко жалко. Правда? И после этого начинается приговор. Вот это очень важно. Значит, в чем была суть грехопадения? Бог дал человеку всю полноту знания для мира. Человек взял это знание для себя. То есть нам предлагает... Человеку змей предложил метод жизни для себя. И человек на это согласился. Он согласился не послушаться своего Творца. Отвергнуть Бога. И самому овладеть миром. Он будет овладеть миром сам, для себя. Ну, и тогда все в мире меняется. Но заметим сразу, что, в отличие от духов, человек еще в раю создан не как особый мир, а как элемент мира. Человек будет, как и все животные, плодиться и размножаться. Так и сказано Богом. Поэтому люди будут генетически воспроизводиться. От отца с матерью произойдут дети и так далее, и так далее. Это сказано еще в раю. Значит, качество человека будет переходить на его потомков. От падения человека не сможет другого человека оставить, если угодно, незатронутым. Потому что все это дамы и его жены. И, соответственно, если произошло от падения, значит, оно будет транслироваться, передаваться. В этом человек отличен от духов. И это тоже, это второе очень важное знание. Так называемая трансляция греха, ну и, соответственно, трансляция благодати, трансляция вот этого божественной свободы. Если человек не отпадет, то человек отпал. А другого мы не знаем, как бы было. Продолжение следует... Продолжение следует...